Но я руки по швам, стоп, ты намекав луками щелкнул, громко так докладывая. Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, хер, комендант явился. Он и спрашивает меня. Так что же, русы вам, четыре кубометра выработки это много. Так точно говорю, хер, комендант, много. Одного тебе на могилу хватит. Так точно, хер, комендант, вполне хватит и даже останется. Он встал и говорит, я окажу тебе великую честь. Сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты распишешься. Воля ваша, говорю ему. Он постоял, подумал, потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса. Кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне. И говорит, перед смертью выпей, русы вам, за победу немецкого оружия. Я было из его рук и стакан взял, и закуску. Но как только услыхал эти слова, меня будто током обожгло. Думаю про себя. Чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия. А кое-чего ты не хочешь, хер, комендант. Один черт не умирать. Так провались ты пропадом со своей водкой. Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю. Благодарствую за угощение, но я не пьющий. Он улыбается. Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель. А что мне было терять? За свою погибель и избавление от мук я выпью, говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вежленько вытер губы ладонью и говорю. Благодарствую за угощение. Я готов, хер, комендант. Пойдемте, распишите меня. Но он смотрит внимательно так и говорит. Ты хоть закуси перед смертью. Я ему на это отвечаю. Я после первого стакана не закусываю. Наливает он второй. Подает мне. Выпил я и второй. Я опять же закуску не трогаю. На отвагу бью. Думаю, хоть напьюсь перед тем, как во двор идти. Жизнь расставаться. Высоко поднял комендант свои белые брови. Спрашивает. Что же не закусываешь, Рус Иван? Не стесняйся. А я ему свое. Извините, хер, комендант. Я и после второго стакана не привык закусывать. Надул он щеки. Фыркнул. А потом как захохочет. И сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки. Видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись. Стульями задвигали. Поворачиваются ко мне мордами. И уже замечаю, как-то иначе на меня поглядывает. Вроде помягче. Наливает мне комендант третий стакан. А у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выбил в растяжку. Откусил маленький кусочек хлеба. Остаток положил на стол. Захотелось мне проклятым показать, что хотя я из голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь. Что у меня есть свое русское достоинство и гордость. И чтоб скотину они меня не превратили. Как не старались. После этого комендант стал серьезно с виду. Поправил у себя на груди два железных креста. Вышел и застал обезоруженный. И говорит. Вот что, Соколов. Ты настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге. И целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость. А потому я великодушно даю тебе жизнь. Ступай в свой блок. А это тебе за смелость. И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижала хлеб к себе изо всей силы. Сало в левой руке держу. И до того растерялся от такого неожиданного поворота. Что и спасибо не сказал. Сделал налево кругом. Иду к выходу. А сам думаю. Засветит он мне сейчас промеж лопаток. И не донесу ребятам этих харчей. Нет, обошлось. На этот раз мир тьма у меня прошла. Только халстком от нее потянула.